Привет, земляне! И раз уж сегодня Хэллоуин, то хорошо бы поговорить о том, что многие связывают биткоин и криптовалюты с криминалом. Но почему бы нет? Ведь действительно, транзакции не верифицированы. Мало кто может понять, кто что, куда, зачем ссылал. Ведь это так удобно для криминальных сделок. И никак не оправдывает биткоин то, что любые ценности всегда в этом мире связаны с криминалом. Поэтому я хотел бы, чтобы друзья ответили мне. Скажите, если взять весь мир за последние пять лет, какая ценность или какая валюта были самые юзабл, используемые и популярные в любых криминальных сделках, будь то торговля оружием, наркотиками, терроризм или отмывание доходов, так какая валюта? Черт, это был не биткоин. Даже близко. Даже не буду называть, потому что нету ни двух, ни трех мнений. Это всем понятно. В мире самая распространенная для криминала валюта – это все знают что. Тогда вернемся к нам на родину. Россия. Последние пять лет. Какая валюта самая используемая в криминальных делах? Я думаю, что могут быть два варианта. Первый и второй. Какой из них важнее – непонятно, потому что никто не делает статистику. Но это доллар США или наличный безналичный рубль. Понятно, что то, что связано с обналичкой – это, конечно, рубль лидирует. Но, возможно, какие-то другие сделки и доллар может опередить в каком-то плане рубль. Но, думаю, все-таки рубль на первом месте. И думаю, что на третьем месте, скорее всего, может идти электронная валюта. Но это не криптовалюта, скорее всего, а привычные уже на сегодня разные веб-мании, мании Яндекса и прочее, связанные с телефоном деньги. И, наверное, уже на самом последнем месте будет криптовалюта во главе с биткоином. Так что миф о том, что криптовалюта поддерживает транзакции для криминала, несколько, даже слишком преувеличен. А теперь давайте подумаем, кто получает, может быть, не вторичную, и, может быть, даже самую косвенную, но всеобъемлющую выгоду от использования валюты криминалом. Ну, к примеру, если в мире доллар США используется для проведения криминальных сделок, кто получает от этого косвенную выгоду всегда? Да. Но это ясно, народ Америки. Потому что чем шире распространен доллар, чем больше он вовлечен в любую экономику, тем больше получают выгоду люди Америки, государство Америка, военные силы Америки. Поэтому, когда мы ведем дела в криминальном мире и используем доллар, мы поддерживаем Америку. Не забывайте об этом. Может быть, кто-то об этом никогда и не думал. Поэтому, если вы криминальный авторитет, лучше вести дела в рубле, тогда вы хотя бы поддержите нашу экономику. И, конечно же, если вы будете вести дела в биткоине или криптовалюты, вы поддержите именно держатели этой валюты. Потому что любое давление на цену создается спросом. И чем больше спрос, чем больше юзается эта валюта, тем, естественно, больше курс и больше выгода именно для держателей валюты. Поэтому, друзья, еще раз всех с Хэлловином! Здесь красиво, кстати. Покажу вам закат. Закат, облака. Так что, когда вы ведете какие-либо дела в этом мире, думайте, кто получает вторичную и, может быть, даже третичную выгоду от вашего бизнеса. Будь он белый и пушистый, будь он криминальный. С праздником! С Хэллоуином вас, дорогие майнеры! И с днем рождения, биткоин! Ха-ха-ха! Ха-ха! Продолжение следует...